Хочешь выучить английский? Тогда заходи на канал English Galaxy, один из самых популярных на русском ютубе каналов, где вы найдете множество бесплатных уроков. Автор канала Александр Бебрис, преподаватель английского языка с сертификатом от Кембриджского университета. Заходи и подписывайся, ссылка в описании. Мода призвана отражать культурные влияния и ценности той или иной страны. В этом видео речь пойдет о самых эксцентричных фэшн-решениях, популярность которых в разных точках планеты предугадать и описать словами почти невозможно. Гитлеровский шик, Таиланд. Улица Бангкока просто кишат миниатюрными копиями подражателей Адольфа Гитлера. Он изображен везде и повсюду, от рекламы по ТВ до футболок и брелков. Популярность этого тренда сложно объяснить. Скорее всего, гитлеромания была представлена сначала как мем, и потом, как это часто бывает в наше время, разрослась в полноценный модный тренд с сотнями последователей. Южно-африканские металлисты. Ботсвана. Сложно представить себе классического металюгу с цепями в кожаной куртке, тяжелых ботинках и на Харлее. Все это в теле чернокожего парнишки из южно-африканской Ботсваны. Но это металлическое движение набирает обороты и превращается из контркультуры в полномерный модный тренд среди молодых людей. Меггинсы. По всему миру. Меггинсы – это мужские леггинсы, которые завоевывают дорожки подиумов модных показов в Токио, Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Изначально атрибут женской одежды леггинсы показались мужчинам слишком удобными для того, чтобы их игнорировать. Эльфийские ботинки. Мексика. Эльфийские ботинки вряд ли стали бы фаворитами костюмеров кинотрилогии «Властелин колец». Их родиной и основным полем действия являются южные регионы Мексики, где эльфийские ботинки, вариации на ковбойские сапоги, приобрели небывалую популярность. Сначала модники одевали их для того, чтобы показаться перед дамами и впечатлить их, но, как бывает нередко, без шуток и приколов и тут не обошлось. Готические лолиты. Япония. Если в западных странах упоминания лолиты ассоциируются с одноименным произведением Владимира Набокова, то в Японии лолита – это модный тренд, который лучше всего охарактеризовать как викторианско-готический. Это стильные модные платья и плащи с оборками и пышными рукавами готического псевдовампирского покроя. Обязательным аксессуаром готической лолиты должен быть зонтик. Помните, что вампирам нельзя показываться на солнце. Глазные украшения. Голландия. Думали-думали голландцы и придумали вставлять в глаза драгоценные камни. Неплохая идея, правда? Такое превращение вас из обычного человека в модника потребует специальной операции, с помощью которой в ваш глаз будет вставлен драгоценный камешек или кусочек металла желаемой формы. Лицо Кини. Китай. Если во время пребывания на пляже у вас закончился крем от загара, то так называемое лицо Кини поможет вам защитить лицо от вредного ультрафиолетового облучения. На вид они выглядят как маски, которые одевают грабители, только лицо Кини гораздо тоньше и представлены в кокетливых летних расцветках. Манба. Япония. Ох уж эти японцы. Еще один пример странного модного тренда. Манба. По сути, жертвами данного движения становятся девушки, которые встречаются с более-менее фэшн-сознательными парнями. Макияж в стиле Манба представляет из себя нанесение темной краски на лицо, а затем осветление губ, глаз и скул с помощью белой краски с добавлением страз. Глазные татуировки. Канада. Глазные татуировки – вещь, распространенная в медицинской практике, но вовсе не в эстетических целях. Осветление роговицы глаза проводится в целях улучшения зрения. Канадцы же решили отличиться и стали вводить краску в роговицу глаза, что превратилось в модный тренд. Смотрится довольно безобразно. Лоб пончик. Япония. Ничего странного нет в том факте, что завершает этот список модный тренд из всеми любимой Японии. Молодые люди и девушки из этого прекрасного уголка планеты давно балуют себя и другим зрелищем под названием лоб пончик. Процедура появления на вашем лбу пончика весьма болезненна и заключается в введении под кожу солевого раствора, который образует припухлость на вашем лбу в виде пончика. Вот такие вот дела. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и оставлять свои комментарии. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok